ребята всем привет сегодня у нас 17 ноября я забыл вам вчера показать несколько интересных артефактов которые выскочили пока я копал так прям на лопату они выскакивали то что самое интересное я сразу в карман откладывал короче чё сегодня собираюсь ночью на рыбалку туда поедем завтра днем будем рыбку с вами ловить погодка конечно вообще блин испортилась вот еще вчера все деревья были в снегу сегодня дождь поливает плюс 4 короче все тает начало снег весь тает весь снег с деревьев упал на дорогах вообще лужи вот какие тут лужи у нас сегодня вот ребята как погодка изменилась буквально за сутки вчера снегом завалило сегодня все растаяло кстати вот смотрите хочу вам показать пока не забыл вот наши находочки за три выезда с этого первого ручья я все по мешкам в мешках храню она потом замерзнет ничего страшного зимой потом буду вытаскивать эти мешки и будем вместе с вами смотреть в тепло занесу она там в тепле оттает и будем вместе с вами смотреть перебирать чё там интересного есть пусть пока мешках стоит тут вот все ну по отдельности у меня в каждом мешке отдельный продукт отдельно дам чего нас это крупная фракция этого самый первый выезд в этом мешке тут и скважины песочек есть один пакетик из скважины там крупная фракция тут что тут тут мелкая фракция тут тут разные дни тут снова крупная фракция этот вчерашний вчерашняя мелкая фракция такой красивенький песочек чистенький камешки вернее все отмыты песочка нету чисто один чистая одна галька такая вот вчерашние крупные камни ну и вот собственно сколько песка то получилось в в итоге за три дня это песок а вот это получается в этом пакете песок за первый день он уже замерз вот это песок за второй день и вот это вчерашний песок вот вчера больше всего песка получилось сейчас еще пойдем на веранду сходим на свет я вам покажу собственно те камешки которые вчера нашел в карман складывал там такие прикольные вещицы есть вот посмотрим ну и чё я конечно не знаю что делать сейчас посмотрю что там с погодкой будет мне дождь не нравится больше всего не хочу завтра мокнуть вот реально сегодня прям ливень был весь день ливень поливал очень сильный вот такую штучку красивую я уже показывал красивый кругленький камушек такой прям шарик круглый кстати он кварц такой темный кварчик прикольный но вот столько белых кварцев мне попалось там их вообще очень много я просто такие отбирал которые самого верха лежали которые мне попадались на глаза тоже такие довольно интересные но вот эти четыре штучки откатанные опять шесть шесть штучек окатанных и три такой неправильной формы не окатанные вот такой интересный тут сейчас покажу поближе сфокусируется если какая-то старая раковина что ли прилипла старая ракушка окаменевшая она просто камню прилипла по ходу дела а это какой-то камешек непонятный вот еще тут так этот не видать вот это вообще реально ракета получается вот эта штука она лежала в раковине внутри раковины и потом раковина разрушилась вот этот камень вывалился оттуда и он так вот в такой форме сохранился даже следы есть от раковины прикольная вещица вот что тут еще интересного вот такой вот штука такая интересная о прям вся блестит вся переливается но то эти спутники по ходу какие-то типа перед и там или что там еще такое еще еще интересного вот такая штучка непонятная какие-то тут сейчас поймаем фокус в бай вот такие тут непонятности непонятности такие тут это кварц в перемешку с какими-то в краплениями ну и самая прикольная вещица клык динозавра он тоже из-под камня я его выкопал то есть он был на определенной глубине на какой-то там давай о клык древнего динозавра деревянный правда деревянный клык по ходу динозавра зуб сломался он себе сделал деревянный протез забыл совсем вам рассказать я вчера запалился на обратном пути короче какая ситуация произошла вот наглядно вам покажу примерно тогда чтобы было понятно вот главная дорога по которой я туда езжу и от этой дороги там очень много всяких лесных отвороток каждая дорожка тоже разделяется и вот смотрите я вам покажу скажем так отдельно сейчас нарисую конкретно вот этот участок этот участок по которому я заезжал вот эти три дня и на котором я отрабатывал наш ручей вот сюда я приезжаю здесь оставляю каракат вот примерно вот это расстояние от главной дороги вот до сюда где-то километров ну примерно на вскидку километров пять я приехал вчера отработал день потом уже вечером в темноте стал собираться собрался и поехал обратно и примерно где-то вот метр ну через километр где-то в этом месте я заметил вот у меня идет допустим мой след так вот и так вот да след от колес я сюда еду обратно возвращаюсь и смотрю по одной из моих коле идут человеческие следы вот так вот следы то идут вот в эту сторону вот так вот следы были то есть я туда проехал вот сюда вот я проехал пока здесь работал какой-то непонятный человек прошел пешком вот эти пять километров мне навстречу я короче заметил следы примерно здесь не по я таки не стал ну не знаю я прошел ли он дальше прошел ли он до моего караката но самое то интересное что следы были только в одну сторону обратных следов не было обратно он не возвращался куда он ушел куда он дальше делся непонятно то ли он подошел как-то близко и наблюдал за мной я просто представление не имею короче вот я ехал ехал смотрел на его на его следы и прикол то что я сюда приехал он вышел примерно вот из этого места я здесь до сюда ехал смотрел за его следами то есть он из этого места вышел и пошел пешком следом за мной пешком протопал там четыре а может даже больше километров но сам это интересно что здесь даже машины не было то есть какая-то машина я не знаю то ли его машина высадила потом машина уехала или сюда уехала а он пешком пошел но куда он делся я представления не имею то есть след его он был в одну сторону обратных следов не было я вот не понимаю чё он за мной наблюдал стоял потом я уже возвращался обратно ночью в темноте чё он там один остался в лесу ночью делать вообще не понимаю короче вот завтра я поеду на рыбалочку тогда я чё буду делать я буду смотреть обратно то я когда проехал как я уже сказал да вот сюда я ехал уже его следы я замял снова должна остаться моя чистая колея чистая моя колея без его следов я уже когда сюда буду ехать я буду смотреть были ли обратно был ли обратно его выход? Вышел ли он обратно? Или он вот так вот шел, 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 пришел куда-то сюда и куда-то дальше, что ли, ушел? Непонятно. Вот мне еще завтра одна задача. Рыбку половить. А перед этим сначала посмотреть, куда ходил этот человек, что он там делал. Подходил ли он близко ко мне? Наблюдал ли он за мной? Вот это вопрос. Завтра займемся исследованием этого вопроса. Ну все, ребят, давайте. Всем пока. Спасибо, что смотрели.